Она могла бы стать зеткой, но нарекли ее плюшкой. И это имя ей действительно подходит намного больше. Хоть в интернете щенка и называют собакой патриотом. Правда, сейчас главный символ спецоперации на шее различить сложно. Шерсть отросла и очертания смазались. Хотя при рождении ни у кого сомнений не было, что это именно зет. В принципе, только необычный раскрас и отличает плюшку от ее братьев и сестер. Она небольшая, она вырастет небольших размеров. Как видите, игривая вообще на месте не сидит. Щенку всего два месяца. Ее забрали из станицы в город. И пока она осваивает двор возле пятиэтажки. Дальше уходить боится. Часто просится на руки. У плюшки богатая родословная дедушка немецких шпиц. Мама дворянских кровей, а вот отец неизвестен. Как шутят хозяева дальнобойщик. Сделал свое дело и покинул собачью семью. Сейчас плюшки ищут новый дом. Покупатели звонят со всей страны и предлагают цену в районе 50-60 тысяч. Но Алексей хочет выручить больше. И деньги пойдут не в его карман, а на полезное и хорошее дело. Решил ее на Авито продать. Думаю, интересно, сколько она стоит. Как бы, ну такая буковка Z. Зашел на Авито, смотрю, там, ну, за два миллиона вообще выставил один человек. Ну, ради интереса, думаю, продам. Если кто-нибудь купит, ну, деньги в этот капитальный ремонт нашего дома. Но собаку, конечно, в плохие руки не отдадут. Хозяин должен быть заботливый и ответственный. Кстати, сейчас на просторах интернета все чаще появляются животные с буквой Z. Цена удивляет. Некоторые стоят, как поддержанный автомобиль. Но есть и те, кто просто готов отдать животное в любящую семью. Алина Сорокина, Татьяна Горулева, Федор Фрауов, Кубань, 24, Краснодар.